Всем привет, с вами Алексей, 6 сентября 2021, 25-го от Харькова, Украина. Итак, Павловния войлочная, значит, растет, не растет, значит, краткая история этой Павловнии. Семена мне любезно предоставил один из коллег, скажем так, начинающий фундуковод. Эти семена ему прислали с Западной Украины, с Закарпатья. Закарпатья, Павловния войлочная, с розовыми цветами, там, какими-то фиолетовыми, сиреневыми, не знаю, ну, в общем, короче, с красными, какими-то красными цветами. Соответственно, ну, морозостойкость должна быть средняя, понятное дело, потому что регион такой. Вот, здесь была произведена подрезка на одну почку. Растению это уже, ну, три года на одном месте. Почему так долго, вы спросите, развивается? Ну, потому что здесь глина. Здесь именно не суглинок, а насыпная глина, вот здесь сверху, да, выносили с хаты и здесь засыпали в свое время. Сантиметров 30, наверное. Потом дальше, ниже идет слой суглинок, а потом дальше, ниже еще пошла глина. Значит, Павловния сначала, конечно, росла тяжеловато, естественно, в таких условиях, скажем так. Так, ну, со временем, в этом году я так и рассчитывал, что будут результаты. Поливы постоянно. Вот, я реально постоянно ее поливал, поэтому в этом плане вопросов быть не должно. И она была замульчирована соломой. Соломка уже переплела, скажем так. Значит, что мы имеем? Я думаю, уже можно подвести итоги. Вот она уже начинает древеснеть. Поливы я прекратил. Все ей достаточно, все ей хорошо. Подкормки, кстати, тоже были. Короче, как за фундуком ухаживал, так и за Павловния. Полив даже чаще, чем фундука. Значит, по высоте она достигла. Вот моя вытянутая рука. Значит, где-то... Где-то до двух с половинкой получилось. До двух с половинкой. Конечно, это, вы скажете, это результат не очень хороший. Я считаю, результат хороший. Для такой почвы, как здесь. На прекрасной почве, под капельным поливом. Я думаю, 4 метра от своих она бы сделала. Что дальше, вы спросите? Дальше, значит, будет она... Перезимует. Я посмотрю, проверю, как она зимует. Если зима будет суровая, и она хорошо перезимует. Все, у меня, значит, никаких вопросов больше по половине не возникнет. И я сделаю достаточно высокий потом срез. И вот эти вот уже боковые ветки, нижние поудаляю. И сделаю из нее ветки 4 в разные стороны. И получится такой красивый штамбик. Сейчас покажу еще одну молодую половинку этого года. Это во дворе. Весной уже была рассада. Что-то там стояло-стояло. Маленькое растение. Высадил маленькое растение. И постоянный полив. Тут хорошее место. Вот такое, как накрытье. То есть, солнца было мало. Земля здесь хорошая. Даже вот такие вот фундуки сорта трапезунт. Выжили. Осенью валялись. Затерялись. Посмотрите, малыш какой. И выживает. Это к выживаемости фундука. То есть, все-таки условия. Условия должны быть. Вот здесь условия хорошие. Здесь огурцам хорошо. Все здесь замечательно. И вот такая получилась павлоня. Посмотрите, какая она красивая. Какой у нее лист. Огромный, красивый лист. Здесь она и перезимует 100%. А ранней весной я ее уберу. Может быть, оставлю еще на один сезон здесь. Или уберу. Буду смотреть по ситуации. Потому что корень у нее растет достаточно быстро. Корень растет вниз. И, возможно, будут проблемы с пересадкой. Поэтому, возможно, я весной уберу. Значит, резюме какое? Первое. С семенами павловни, саженцами я не занимаюсь и не планирую заниматься. Это раз. То есть, я снимаю эти видео. Для тех, кто заинтересовался, возможно, фундуком. Потому что это шикарное растение. Я считаю, стоит посадить у себя обязательно. Для дачников. Первое. Если не во дворе, то перед двором. У меня цель такая, чтобы там ставить автомобиль. Потому что там солнце сильно. Во-первых. Во-вторых, вот этот лист, который огроменный. Это же молодое растение. На взрослом лист. Просто громадный. Там, я не знаю. Чуть ли не метровый. Соответственно, этот лист, когда будет опадать, его можно будет из него делать шикарный перегной. Да? То есть, листа будет много. Он легко будет собираться. За счет своего размера. И на перегной пойдет. Это тоже очень замечательно. Третье цветет раньше всех растений. Будет очень красиво. Вот эти вот цветы. Пусть даже короткое время. Ну, конечно, вы удивите всех прохожих, соседей. Однозначно. Вот. То есть, понятно. Да? Для себя стоит попробовать. Не занимаюсь продажей. Придется поискать. Это сейчас не проблема вообще абсолютно. Ищите какую-то самую морозостойку. Если вам не для бизнеса. Если вам для бизнеса. Советуйтесь с продавцами. Они подскажут. Да. Ну, только войлочная должна быть. Там сейчас китайские сорта. Всякие там паотонги наступают. В общем. То уже советуйтесь. Клоны. Инвитро. Испания. В общем. Что там только нет. В общем. Надо изучить тему. Так же, как с сундуком. Чтобы не вляпаться. Да? Я не могу вам подсказать. Честно. Но для бизнеса. Если у вас, допустим, не низина никакая. Опять же. Все как с сундуком. Не низина. Не возле реки. Там, где заморозки. Не ямы. А где-то на возвышенности. Есть возможность капельного полива. Допустим. То, в принципе. Я думаю. Что можно для бизнеса. Сейчас эта тема уже пошла. Уже ее не остановить. Я знаю. Что идут посадки. Тоже достаточно серьезные павловни. То есть. Люди пробуют. Скажем так. Все надо пробовать. Ну. Тут. Как и с сундуком. Опять же. Надо именно подобрать сорта. Поэтому. Эту тему буду тоже освещать. Если вы не против. Потому что она интересна. И как для себя. И для бизнеса. Это прекрасное растение. Вот. Ну. И в конце концов. Что-то же вам надо снимать. И показывать. На самом деле. Потому что. Ну. Фундук. Слава богу. Дает много. Возможностей. Для снятия видео. Ну. Будем. И будем заниматься. Показывать. То. Все на чем можно заработать. Потому что. Сами понимаете. Времена сейчас такие. Как бы. Не очень. Мягко говоря. Вот. Земля у людей есть. И. Вместо бурьяна. Ее можно засадить. Какими-то. Непроблемными культурами. Которым я и отношу. Павловню. Фундук. В первую очередь. Клубника. Более проблемная. Но если ей заниматься. На ней тоже. В принципе. Можно заработать. И особенно. На саженцах. Клубники. Можно прекрасно заработать. Все. Всем спасибо. Огромное. Кто посмотрел это видео. Надеюсь. Оно было полезно. Как всегда. Жирный лайк. Подписка с колокольчиком. И внизу строчечка поделиться. Поделиться с друзьями. Всем огромный привет. С Харькова. Если остались вопросы. Напишите в комментариях. И всем пока.